всем привет сегодня у нас 8 октября тема думаю достаточно беспокоит всех так скажем по верифай не верифай отзывам вот нас прошла небольшая пауза небольшая чистка на амазоне вот небольшой кипи что подняли мы как бы сделали паузу посмотрели что произойдет вот мы хотели сейчас ответить на вопросы и рассказать сами по этому вопросу владимир рассказывать тогда и потом добавлю да не спасибо здравствуйте еще раз всем что собственно хотел бы рассказать каждый кто на амазоне уже но я думаю достаточно года торговли я думаю сталкивался с так называемой чисткой это непроизвольное удаление отзывов которое происходит по личным наблюдениям примерно 23 раза в течение календарного года она как это не прискорбно спровождается удалением отзывов причем вне зависимости от того как этот был получен то есть если вспомнить последнюю чистку января этого года там по поводу жутя денис убрали 200 или около того верифицированных отзывов которые были собраны на протяжении ских месяцев так вот ситуация такова подтверждаю время от времени на амазоне проходят чистки но это образное выражение она подразумевает факт удаления отзывов вне зависимости от вида получения этого отзыва вне зависимости от так называемой категории то бишь это подразумевает либо верифайт либо не верифайт отзыв и повлиять по факту на это никак нельзя потому как когда я сам впервые столкнулся с подобным в общем-то со стороны амазона действием обзванивали саппорт объясняли ситуацию что вот мы занимаемся там раздачами все прочим тогда еще были разрешены ну как по крайней мере не воскрещалось проводить раздачи через различные сервисы очень долго с амазоном спорили амазон сказал что извините у нас такая политика мы вот вправе удалить отзывы без объяснения причин но ки этот момент забыли а прошло время это был примерно вот начало года сейчас очередная волна причем волна это было любопытно тем что зачастую верифицированные отзывы на то по крайней мере период времени удаляли чаще чем не верифицированные отзывы и это вот то что сейчас на протяжении прошедшей недели произошло в общем то очередная волна так называемой чистки и что мы представляем по факту ничего страшного нет исчезает какое-то количество отзывов причем отзывов может исчезнуть абсолютно рандомным образом у кого-то 1 2 у кого-то 10 20 кого-то 50 от чего это зависит неизвестно какие отзывы попадают под удаление и как это ну скажем предугадать тоже непонятно но для health каунта для самого аккаунта в принципе вот уже на протяжении сколько я этим занимаюсь более полтора лет никакой проблемы в общем-то это не представляет единственное ну минус да и безусловно когда мы тратим деньги на раздачу мы раздаем продукт мы по факту теряем и стоимость юнита и amazon плачеваем amazon удаляет по факту в общем-то органические отзывы да и кстати отзывы которые получены абсолютно легальным образом когда используется автор респондер или человек просто сильно пожелал из ее желанием оставить отзыв разместил там какого-либо содержание важно отзыв также это бывает попадает под удаление по факту бороться с этим никак не представляется возможным а единственное или замечание к неверифицированным отзывом как уже неоднократно ранее отмечал гарантии предоставляется два месяца почему отзыве в тексте отзыва не рекомендуется указывать что-либо в отношении продавца доставки в отношении сервиса amazon а в отношении а какого-либо иного товара именно в сравнении и и характеризующим допустим по более положительно ваш продукт сравнение допустим с каким-то сторонним продуктом это охарактеризовано может быть как реклама или как анти пиар все подобные отзывы содержащие вот примерно подобного формата какие-то выражения да они могут быть в течение особенно первого месяца удалены если называемый фронт фильтр антифронт фильтр это тот что да не позволяет либо сразу а отзыв не проходит либо через среднем там две-три недели удален будет именно поэтому представляется гарантия два месяца если вот за течение двух месяцев будет удален то без проблем переразмещаем но желательно с иным уникальным также новым текстом ну вот разумеется без оплаты касаемо а вот этой волны которая сейчас если кто-то попал к сожалению именно в тот период когда amazon начал проводить очередную чистку на самом деле я не вижу абсолютно никакого повода для паники всего лишь просьба будет предоставить новый текст для размещения количества отзывов которое соответственно было удалено у вас листинга из числа те которые вы заказывали ну и собственно продолжаем работать торговать дальше единственный момент касаемо отзыва который хотелось бы наверное в качестве рекомендаций людям посоветовать были замечены моменты когда люди в открытую там тоже мы собираемся там 5-10 человек и просто начинается ребят я вот там кому-то оставил отзыв также хочу чтобы не оставили отзыв публикует прямую ссылку на свой листинг но я бы это не рекомендовал делать если у вас есть желание оставить неверифицированный отзыв и более того у вас аккаунт уже имеет историю покупок которая позволяет это сделать но договоритесь как-то вне скажем так свободного доступного для всех для обозрения общения да более того разумеется не стоит указывать что вот это мой товар заходите оставляйте мне на него а отзывы там какие-то еще действия разумеется нет фактических доказательств наличие или отсутствие там каких-то действий со стороны абазона именно в части того что по фейсбуке идут эти обсуждения но именно на прошествии времени на дистанции была замечена такая тенденция когда люди начинают друг другу просто взаимно скажем размещать отзывы удаляют и те отзывы которые они получили и те отзывы которые они разместили более того один человек даже каким-то образом получил запрет в течение двух недель на размещение вообще какого-либо отзыва в том числе верифицированного но прошествия двух недель благо какой этот запрет в общем-то исчез и он в общем дальше начал продолжать в общем-то все свои желаемые деяния в целом вот такая собственно ситуация касаемо раздач и выкупов еще вот такой вопрос недавно был на данный момент получается ситуация такова что если человек даже получил деньги только для выкупа и сделал выкуп но не оставил отзыв амазон сожалению может также привлечь в общем-то указать на нарушение регламента и наложить приютные санкции на аккаунт вследствие того что якобы вы манипулируете без а поэтому просто будьте обратно именно в частях расчета за услуги то бишь переводить прямым образом сумму эквивалентной стоимости продукта и сразу же требовать отзыв или наоборот размещают но как-то необходимо более избирательно к этому делу подходить собственно такая информация Денис хотел добавить первое по поводу отзывов так как мы с Владимиром давно уже по этому поводу работаем и есть тема связана с продвижением хотел он тоже сделать несколько таких вот ремарок связано первое не надо загоняться и в отзывы спихивать ваши ключевые запросы это бессмысленно но если мы везде будем одними ключами да можно конечно что-то там делать но я считаю это неправильно отзыв должен быть живым люди должны или понимать просто тупую сухую характеристику или какой-то он должен быть такой душевный что я померил я делал я по там использовал и мне вот это помогло там это такой вот это у нас ребята тренировались принципе на протяжении около двух или трех месяцев делали практически за бесплатно за 25 центов сейчас они как бы там наловчились натренировались считаем что доллар справедливая цена так что если нужно будет писать отзывы 200 символов ну в среднем примерно 200 символов чтобы полноценный нормальный текст вот будет стоить доллар потом значу еще еще момент можешь ли пояснить по поводу вот этого продвижения в виде буста потому что многих интересует и некоторых хотят понять технологии в первую очередь связано с тем насколько это полезно плане у кому полезно как полезно что для этого делается за это многие когда я говорю дайте мне ключи думают что надо написать сложные там копирает текста в видео вот я понял здесь а в отношении индексации текста отзывов я конечно могу оказаться неправ и я бы на самом деле очень рад был бы если бы я был неправ но к сожалению за рамками отдельно взятого листинга текст именно его средства самих отзывов он не индексируется нет смысла формировать семантическое ядро нет смысла пихать какие-то ключевые запросы в текст отзывов надежды что это поможет когда не знаю там некоторые приводили аналогию перелинковки когда происходит при продвижении примеру сайтов так что якобы чем больше будет перелинковки тем выше будет индексации к сожалению нет фактически все что необходимо для как это ты выразился густа для продвижения это объем отзывов и ряд ключевых запросов к примеру два и более ключа в зависимости от количества отзывов до сих по прошествии времени как это в общем-то было случайно открыто и на сегодняшний день уже сколько прошло несколько месяцев нету точного понимания какие ключи при каких обстоятельствах подтянутся соответственно это все оказывается без оплаты то есть люди первую очередь должны понимать что они покупают только отзывы касаемо того что там можно получить а помимо размещения отзывов в виде продвижения ключевых запросов это всего лишь бонус бонус оказывается без оплаты за продвижение это не услуга это всего лишь небольшое дополнение то есть когда человек хочет допустим заказать 30 50 100 отзывов и получить пост ему необходимо просто предоставить уникальный текст отзывов и предоставить ряд ключевых запросов опять же не гарантии то эти ключевые запросы пойдут в рост а есть ряд скажем так положительных позитивных примеров когда огромное количество ключевых запросов в широком диапазоне растет причем растет довольно неплохо на протяжении стих дней там но стабильный плюс по позициям но непосредственно тот ключевой запрос который был желаемым который в общем то изначально был выбран как целевой он особого роста не показывал но зато показывали релевантные ключи этому запросу поэтому только обычный набор в виде осин продукта текст отзывов и несколько ключей ну два и более в зависимости от объема заголовок ни какой семантики отзывов ни каких-то там дополнительных телодвижений в общем то нет необходимости предоставлять а в чем тогда ценность именно давать определенные ключи если все равно будут двигаться то что будет релевантно и то что будет сама по себе двигаться может быть не нужно вот тут 50 на 50 то есть какой ключ пойдет в рост есть листинги прямо в одной категории находится на одном листинге вследствие подобного продвижения именно целевые ключи идут в рост и какие-то смежные да есть листинги которые только целевые ключи есть листинги которые только смежные ключи и угадать невозможно недавно была ситуация была такая история ситуация в том забавное было что на отслеживании стояло более 40 ключей продаж не было вообще это показательный пример но к сожалению это не стабильный результат разместили порядка 100 отзывов из большинство из отслеживания ключей показали рост а ряд средней частоты вышла на первую страницу там низкочастотные тоже поднялись огромное количество на первую страницу там порядка десяти ключей вышли появилась органика начали тянутся высокочастотные ключи но это скорее исключение из правил то есть вот так бывает но к сожалению далеко не всегда поэтому все это реализуется формате лишь человек оплачивают отзывы ну это понятно я не к этому плане может быть вообще не нужно эти ключи давать они сами будут по себе и двигаться или все равно нам надо ориентир какой-то куда направить человек ориентир необходим если просто размещать без ключей и не выбирать никакого ориентира но без проблем можно ради интереса провести эксперимент просто взять листинг сначала разместить отзывы обычным образом потом с ориентиром на какой-то ключи мы посмотрите что-то отличие при условии что допустим на листинге нет продаж не работает пейперклик если желание можно провести подобный результат у нас еще еще тогда здесь все понятно по отзывам понятно то есть по гарантии понятно из-за этого в принципе мы так долго работаем давайте какие вопросы есть в любом случае ответим те люди которые у нас по гарантии когда мы начнем уже восстанавливать как ты считаешь достаточно уже время я думаю что с сегодняшнего завтрашнего я вам скажу честно на свои листинги я не прекращала размещение до было удалено там порядка восьми на одном листинге вообще буквально два отзыва слетело есть люди которые писали у них по 20 по 30 отзывов исчезла но на самом деле это не проблема на сегодняшний день как я вижу боль поваления не происходит то есть принципе можно смело заниматься восстановлением именно отзывов по гарантийным обязательствам да так так что предоставляйте сейчас некоторые вопросы уже возникли у людей могу ли я эти отзывы перекинуть на другой осин я сказал что гипотетически возможно предоставьте старой оси где гарантийные обязательства мы соответственно будем исправлять на другой оси такое возможно безусловно когда человек оплачивает услугу размещения иного количества отзывов он должен ее получить полном объеме и согласно нашим обязательствам даже если человек изъявляет желанием разместить отзывы на какой-то сторонний оси проблем нет единственно необходимо ссылку предоставить какой заказ был в каком количестве на какой листинг дабы мы могли убедиться что да если это было но и собственно новый осин новый уникальный текст отзывов для размещения по факту гарантийных обязательств так по поводу гарантий здесь такой вопрос как раз хотел про него и сказать было удалено около 10 отдых можно ли их восстановить не сразу а при необходимости например через месяц-два если понадобится перекрыть негатив так не получится гарантий существует в течение двух месяцев мы в течение двух месяцев это делаем выбирайте куда момент один поправленец гарантийные обязательства два месяца дело в том что как ранее сказали абазон бывает из-за текста бывает из-за каких-то еще иных там в распространенной ситуации удаляют отзывы сделать как депозит в течение двух месяцев но боюсь нет возможности в течение месяца без проблем почему в течение двух месяцев не решаюсь скажем так предоставлять подобных депозит даже те люди которые работают по предоплате которые вносят энную сумму да я на себя беру обязательства предоставить услуги по оговоренной цене именно в диапазоне одного календарного месяца потому что были ситуации когда расходный материал который необходим для работы резко либо повышает либо что-то еще иное происходит с новой ценой то есть ситуация меняется и ну просто может быть ситуация когда это будет невыгодно по предоставляемой цене оказывает услуги то есть все в разумных пределах то есть в течение месяца это норм но так как все растягивается не хотелось бы и бухгалтерию вести очень на длинной дистанции тоже сами нас поймите так дальше в в чем отличие верифай не верифай верифай с выкупом то есть человек должен купить и написать отзыв не верифай человек не должен купить и то и то вариант соответствует на самом деле выкуп на самом деле это не требуется порой но сам факт основного отличия именно в табличке которая свидетельствует о том что amazon подтверждает что человек который написал отзыв он имеет в общем-то этот продукт в наличии там тем самым якобы дает гарантию что это отзыв более скажем так не знаю чисто сердечен как это сказать правильно то есть amazon по сути успех гарантом что человек получил этот продукт что этот продукт был приобретен этим лицом не обязательно на этом листинге он может быть и у адр когда допустим в байбоксе несколько продавцов гарантия получается amazon на подтверждение amazon а но если таблички не верифай нету то по факту amazon допускает размещение отзыва также и с фото и с видео контентом и фактически все упирается лифт наличие вот этого верифайд на самом деле бывает с выкупами тоже не верифайд пишут так что все по-разному мне задействовать момент хотел бы отметить когда заходишь с мобильной версии первую очередь показываются верифайд и если будут примеру размещены там несколько пятизвездочных не верифайд и на листинге будет однозвездочный верифайд то именно с мобайл версии он будет в первую очередь виден так что верифайдом надо тоже заниматься должно быть в совокупности гармонично по поводу еще раз говорю верифайд выкуп не выкуп мы говорим о так сказать о правиле но в карен правиле есть исключение могу сказать я в огромных количествах раньше по купонам это делал и мне очень многие топовые вьюеры которых там тысяча там я не знаю сто ревьюер а им давали верифайд например а люди которые делали реальные выкупы им давали не верифайд так что все меняется так следующий вопрос вопрос такой вы считаете диана задает вы считаете что необходимо писать 50 100 отзывов и больше в таком количестве их не считает покупатель первых 5-10 максимум виднее отзывы продвигает товар наверх а выкупы у меня в европе стоит товар с пяти отзывами продаж не было потому что листинг и фото были не очень а когда сменил фото листинг то с теми же пяти отзывами продаж на самом деле есть такое выражение не хочу его говорить но получается по отзывам 50 100 это стратегия продвижения если вашей ниши с пяти отзывами хорошей продажи так и замечательно а если нет этих хороших продаж то соответственно надо работать и наша стратегия у всех стратегии разные я делаю так я экономлю я и верифай большое количество раскидываю во многих нишах я участвую где у людей тысячи отзывов с вашими пяти отзывами маленькая вероятность то что у вас срослось если вы сделаете хотя бы последовательно 10 запусков таких успешных и в каждом запуске вы сделаете плохие фотографии или просто фотография потом их поменяете у вас будет тогда да а статистика в один товар в два в три меня вообще не интересует это это просто на бум на удачу это не бизнес бизнес когда у вас конвейер когда у вас работает товар за товаром товар за товаром и когда вы набираете вот мы его взрыв пишем десятки тысяч в месяц и за это мы можем чем сказать а когда здесь люди пишут всякие там американские переводы всякому заключения не она не интересует потому что они ничего не делают только отзывы никто не делает а если делают то их здесь нет вот а те люди которые вот эти вот все вещи пишут Рассказывают Что-то там обсуждают Это все вилами по воде Потому что нет статистики А без статистики ничто А что пишет Амазон У Амазона одно правило Правил нет Одного забанят за то, что он, я не знаю В тайтле написал, что это какого-то бренда А у другого весь тайтл Все буллют и все И он там годами стоит с этими нарушениями правил На черном фоне, с инфографикой Все что угодно И пока на нее не пожалуются, во-первых Во-вторых, какой-то бот его там не запят Я не знаю Амазон так работает Это очень большая машина Кому-то везет, кому-то не везет Каких-то нишек закрывает С этими Сноук Рилмас Половину забанили С этими, как ее называть С держателями для видеокамеры Гоупро А кого-то не забанили Просто половину взяли и забанили Вот юрист американский Как раз рассказывает об этом Что они постоянно кого-то закрывают Он говорит, мы подаем жалобы 10 человек закрыли Десятерых не закрыли И мы даже они не могут понять Почему Из-за этого разговоры о том Что вот так, вот эдак Вот у меня вот так А у меня вот так Вот когда я сейчас говорю Десятки товаров пройдут таким макаром И вам не понадобится ничто Вот Никакие способы продвижения Никакие Большие количества или маленькие То да Мне приходится универсально Я закладываю бюджет И пытаюсь этот бюджет сделать универсальным Более-менее для всех Из-за этого, когда меня люди спрашивают Я говорю, примерно 10% 10% От этого я отталкиваюсь Я везу 2000 товаров Я 200 отзывов делаю Вот Опять же Что такое у вас товар попер У вас по 100 штук в день продается? Я сомневаюсь Вот А у меня есть у кого больше 100 штук в день продается Со старта Просто на 10-й день На 8-й день Под 100 продаж в день Вот Вот из-за этого Деньги вкладывают люди по-разному В разные ниши входят Менее конкурентные ниши Естественно Там меньше вложений Но и Конечно Выклуп Меньше Из-за этого Много-много нюансов Я не говорю, что это плохо или хорошо Просто Надо иметь Да Я бы Обратил внимание на то, что Диана Указала Один момент Немаловажный Что ситуация Это именно на Европе Дело в том, что Рынки Европы Они На самом деле Как уже неоднократно отмечалось Находятся в том состоянии В котором Amazon был лет 10 назад То есть Там действительно можно продавать С небольшим количеством отзывов Там очень легко И быстро получить отметку Бестселлер Там очень легко выводить Ну скажем так Высококачествотные ключи С минимум затрат На Англии На Германии Да На Канаде Честно не видел Просто не так много людей Там На Комовском зоне На американском Но боюсь Если ниша предусматривает Ситуацию Когда у вас Продукт находится С конкурирующими Продавцами У которых Отзывов Не на только большое Чтобы прям Ярко выраженная была разница То да Возможно Там может быть И не будет На первоначальном этапе Решающей ролью Именно количественный показатель По отзывам Ну вот Как раз Продолжение беседы По сути Самое главное Классический лисинг и фото Если это Все не классно То человек И до отзывов не дает Разве не так Конечно не так Я считаю Вообще лисинг Никто не читает Практически Да кому он нужен Вообще Ну да Чуть-чуть Буллит и может Там прочитает Тайтл Дискрипшн Будет читать Да и дискрипшн И описание Смотрите топовые товары Они вообще ничего не пишут И все вот эти вот разговоры О продающем тексте На нашем Маркетплейсе Да кому он нужен вообще Да по сути он нужен Только роботу Amazon На мой взгляд 90-80% значимости лисинга Чтобы нас правильно Индексировали Чтобы нас правильно Подвигали А не то что вы там напишите Замечательно какой у вас товар Фотографии да Фотографии очень нужны И важны Но помимо фотографий У нас еще есть цена Есть количество отзывов Количество средних звезд То есть есть и качество И количество Вот это самое главное А не то что у вас стоит И написано Да будет Мы прорабатываем Однозначно Но я не ставлю на нее ставку Вообще не ставлю Вот из-за этого Извините конечно Я с этим не согласен По Европе да Может быть Но когда вы зайдете в нишу Где по 5000 у людей отзыв Извините Вам надо что-то такое Невероятное сделать У вас должна быть Супер новая какая-то модель С по обалденной цене И которая будет Действительно конкурентна Потому что торгует Вон зайдите Какой он сейчас Точилку для ножей Там can opener И так далее Просто у людей По 5 одинаковых товаров Вот Из-за этого нужны вопросы Нужны отзывы Да надо Надо фотографии Надо видео снимать Уже постепенно Потихонечку Идет к тому что Я вижу что Амазон делает что Амазон Постепенно идет Чуть-чуть к ИБ То есть Делает на наших Листингах еще магазин Чтобы можно было перейти Посмотреть Не просто там Список товаров Которые у этого продавца есть А именно действительно Полноценный магазин И это правило Тогда Он заменит Многие вещи Второй момент Он идет к тому Чтобы А еще у нас Что там они делают Сейчас Уменьшает все эти наши Листинги Все эти тексты Уменьшает Они не увеличивают Они не дают нам больше И что они еще делают Они еще планируют И видео воткнуть Тоже чтобы Можно было визуально Посмотреть Так что все идет к тому Что мы сейчас говорим А не о том что Надо писать целые Поэмы И рассказы Вы же добавили Что в принципе Визуальная составляющая На каждом листинге Действительно есть Когда человек Просто выбирает Продукт Из десятков Подобных ему То наверное Да В первую очередь Он смотрит Именно на Титл На титульное фото И на фоторяд Который на листинге есть Дальше идет Вход наверное На мой взгляд Это общий рейтинг Отзывов То есть это должен быть Ну наверное Не менее Четырех Четырех с половиной Хотя некоторые товары Даже и с тремя звездами Продаются Но опять же Это при условии Что не так много Конкурентов И читают Наверное Может быть там Первые десять отзывов Ну и разумеется Обращаются внимая На общее количество отзывов Вопросы еще Вопросы Это все по факту Маркеры Которые повышают Лояльность Если человек Будет впечатлен Тем что Листинг Как это можно сказать Живой То есть Тут и присутствуют Вопросы Лайки Хотя это понятное дело Может быть все накручено Но тем не менее Не каждый понимает Да никто не понимает Основное Я тебе могу сказать На днях Яндекс.Маркет И покупку делал Очередную электронику Я все равно отзывы читал И все равно их не травал В любом случае У нас вариантов нет Основное это отзывы Основное Кто читает Негативные отзывы Позитивные Кому что нравится И надо не забывать Что такое тайтл Тайтл Это просто название Количество символов Тайтл Будет сокращаться Если вы в магазин Заходите Там продаются Мандарины Вам не пишут Мандарины Мандарины красные Мандарины привезенные Там еще откуда-то Мандарины Супер Бест Мандарины И так далее Это все Так скажем Рудиментальные органы Постепенно Будет просто Название товара Бренд Чем дальше будет Тем более Будет структурировано Название Определение Что за товар Описание товара Элементарно Вот и все Из-за этого Тайтл читать Тайтл надо понять Что это за товар Вот основная функция Тайтла Ну я имел Для покупателя А для робота Мы делаем Кучу ключей Мы же не для покупателя Отзывы Ой не для покупателя Эти ключи пишем А именно для робота Потому что робот В тайтле Индексирует Можно сказать Лучше всего И серж терм Если мы хотим Проиндексировать Мы пихаем в тайтл Но мы же не можем Весь серж терм Даже пускай эти 250 символов Забить все в тайтл Не можем И за это мы начинаем Как-то Крутиться В отношении серж термса Хотел момент один Добавить Немаловажный Наблюдение Любопытное В общем-то Привели к тому Что Ряд Топ-селлеров Ряд Прям Очень-очень Жирных продавцов У себя Серж термс Писывают буквально 3-5 фраз Причем Это фраза Которая у них содержится Абсолютно везде Где логика Почему так Сложно сказать Но Когда информация такая Попадает И ты видишь Что у человека Продажи Точнее у листинга Продажи Там Ну в среднем Минимум 50 день И при этом У него Основные ключи На первой странице И в серж термс Буквально 2 фразы Ну До конца Логика не ясна Но сам факт То что Серж термс Это не основа А лишь Небольшое дополнение Помощник Для того чтобы Листинг был Проиндексирован Поисковыми роботами Ну я думаю Это вот Наиболее верная Будет Как сказать Характеристика Для чего Это необходимо То есть Действительно Нет смысла Забивать Прямо Чистую 200 всего Что Необходимо Вписать То Минимальное Что Вам хотелось Чтобы Было Скажем правильно Участвовало В индексе И отображало Ваш листик По или иным ключам В этом отношении Тоже могу Сделать Замечание С одной стороны Да Серсером Я считаю Серсером Основное Но мы не знаем Я считаю Что Амазон Постоянно Меняет значимость Опять же То 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 Пято Десято Но Как бы там не было Вполне возможно Что на самом деле Эти топовые продавцы Незаслуженно Там находят Вот и все По примеру Последних запусков товара Мы Запросто догоняли Этих топовых продавцов Вполне возможно С того Что они 5 лет назад Там год назад 2-3 Когда не было конкуренции Вылезли на халяву Просто на халяву Так же вот 5 отзывов у него было Само собой Органические продажи Подтянули Но если бы это так было бы И они бы железобетонно Там сели Что нам там вообще делать А вот мы вот здесь сидим И выстраиваем стратегии Пишем Сёрстёром Пишем Листинги крутые Фотографии Я смотрю Просто постоянно растут Качество И все остальное Просто за год Сколько всяких изменений произошло Может из-за этого мы Туда пролазить начинаем И все больше и больше И есть людей в продаже Так что здесь вопрос Такой относительно Не надо загоняться Сильно О том что там Нет Делайте просто хорошо Не надо делать как-то там Я не знаю Невероятно хорошо Вам нравится У вас вот пошли продажи Но я сейчас говорю Статистика Самая страшная вещь Из-за этого Когда у вас десятки товаров Будут заходить Я к вам сам Первый обращусь Скажешь Мне написали Там Запуск Определили Качество фото Определили Качество Листинга Чтобы я привез И поставил Да еще есть 5 отзывов Да это же красота Мы же все Тратим на это деньги Так ладно Пойдем дальше У нас вопрос еще есть Так В чем отличие Верифай было Пишут Иногда банят Как это относится К заказным отзывам По поводу банов Банов не было Было ограничение Листингов Вот У меня был Один мой ученик С такой ситуацией Один из кучи Его аккаунтов Забанили На котором было Больше 1000 Отзывов заказных Как он мне сказал Его разбанили То есть Он написал Как он изменится Признал свою вину Как он решит И будет бороться С этими проблемами И что такого Больше не повторится Вот Написали письмо Разбанили В группе Я видел девушка То же самое писала Что То же самое Ее также разбанили Но я так понимаю У нее была другая ситуация Мы тоже забыли Про этот момент сказать Когда вы заказываете Кучу отзывов Верифай Не верифай Не важно И потом Когда вы жалуетесь Продавцу Ой покупателю Или еще хуже На Амазон Имейте ввиду Что гарантиями Предоставлять Не будем У вас получается Куча накрученных отзывов Которые вы Не верифай Заказали Верифай Вы обращаетесь в Амазон И начинаете говорить Вот мне поставили Несправедливо Одну звезду Удалите мне Соответственно Индусы заходят Начинают там проверять Или кто там И начинают удалять Все подряд Помимо того Что они могут И своего личного Усмотрения сделать Во вторых Они могут запустить Специально Вот эти вот программы Которые будут проверять Насколько они у вас Так скажем Адекватные эти отзывы И можете потерять Все отзывы Вот Уже было Несколько прецедентов И если я не ошибаюсь Мне сказали У той тетеньки Как раз именно Было то же самое То есть Ну тогда она жаловалась Она общалась Так понимаю С покупателем вроде Вот И покупатель Видимо Может быть Нажаловался на Амазон И закрутилась В этот шарман Больше я никого не знаю То есть Вот Все люди Которые мы делаем Отзывы Это ну реально В месяц Десятки человек За все время У меня вот сейчас На данный момент Висит около 10 человек Из всех Кому удалили Понятно что Многие на это внимание Обращают Вот То есть удалили Там несколько позовов Да и шут с ними Но у кого Именно большое количество Обратились То есть Мы им сделаем гарантию Но это было Ну там Десять Может быть Двадцать человек Не более того Вот То есть Вот такая вот ситуация Конкретно Пауза Мы из-за этого Владимир уезжал Я как раз Дождался Он приехал Мы работаем вместе То есть Вот хотели Как раз рассказать Что касается По банам У тебя есть еще добавить Владимир? По банам? Ну Разве что Я рекомендовал бы Людям Но опять же Эта информация Исключительно Моего Из моего личного мнения Вытекает Не рекомендовал бы Афишировать Прямые ссылки С призывами Давайте Ребят Вы у меня Сделайте Вам отзыв И я вам Возмещу Компенсирую Ребят Ребят Чаще всего именно неверифицированным, потому что с неверифицированными не так много людей сталкиваются именно без выкупа из-за довольно высокой себестоимости. А про неверифицированных. Бывают ситуации, когда проблемы, которые возникают с листингом, начинают отбрасывать тень именно на неверифайд отзывы. Чтобы подобного не было, хотелось бы предостеречь по этому людей. Я, собственно, из-за этого и время от времени поднимаю вопрос на обсуждение в части того, что может привлечь к каким-то проблемам и что может привлечь к негативным ситуациям со стороны получения претензий от Амазона. В частности, через PayPal транзакции, либо проверяйте, чтобы у человека аккаунт на Amazon не соответствовал почте на PayPal. Ну, человек, между прочим, в Телеграме предложил довольно любопытный вариант, но не знаю, как это на дистанции будет. К примеру, желает человек оставить вам в Варифайд отзывы, получает у вас деньги, да, и убеждает, что у него другой совершенно аккаунт на Amazon, нежели чем тот, на который вы переводите через PayPal средства, просто берете, заходите на Amazon, вбиваете, забыл пароль, вбиваем, значит, e-mail, смотрим, существует ли тот аккаунт, который он вам предоставил в качестве платежки через PayPal на Amazon. Если существует, ну, стоит задуматься. То есть, на данный момент у меня мысль лишь о одном варианте, что как-то необходимо обойти взаиморасчет между ревьюерами и заказчиком, именно без PayPal это все реализовывать. Ну, Пионер – обалденный вариант, но в Америке его нет, к сожалению. Что еще раз? Пионер – обалденный вариант, но в Америке его нет. Да, с Пайнер у американцев проблема, Пайнер не обслуживает комплектации, точнее, не выдает посредства или карты, там какая-то у них интересная политика, веб-мани, Яндекс-мани, ну, биткоин, лайткоин – это не у каждого есть. Поэтому пока что этот вопрос остается открытый, как делать выкупы, как делать вери с выкупом. Но мне самому любопытно, потому что, в общем-то, это постоянно востребованная, в общем-то, тенденция. Ну, в целом, чтобы не было… А, еще, кстати, момент немаловажный, когда человек начинает откровенно, яростно оспаривать однозвездочный верифайт отзыв. То есть, были прецеденты, заказывают размещение, к примеру, там, энного количества неверифицированных отзывов, через время, к сожалению, на каждом листинге рано или поздно появляется негативный отзыв. Это случается чаще всего из-за, ну, каких-то, скажем, продавцов, покупателей, которые были не в духе. До смешного доходило, я даже публиковал забавные ситуации, когда человек купил наушники, сразу же поставил однозвездочный отзыв, написал, не смог включить или не смог быстро включить, что-то такое там было, поставил одну звезду. Или была, к примеру, ситуация с чехлом, когда написал, что вот, погрыз чехол там, что-то, в общем, с телефоном теперь неплотно сидит, как бы мне не понравилось это. И поставил однозвездочный отзыв. Владелец листинга начинает атаковать саппортом Азона, звонками через чаты и всеми возможными способами, создавая тикеты, вот, человек необоснованно мне поставил там однозвездочный, прошу удалить. Были ситуации, когда удаляли и однозвездочный, и не верифайт, и еще и верифайт. То есть, ну, реакция совсем не та, на которую человек надеялся. То есть стараться по мере возможности поменьше привлекать внимание со стороны саппорта к своему листингу. Но, разумеется, избежать подобных ситуаций, когда начинается откровенно какая-то, как-то сказать, война, да, или постигательство сторонних продавцов на ваш трейдмарк или на ваш листинг, или кто-то просто начинает пытаться закрыть ваш листинг по факту якобы нарушения патента, там уже, ну, никуда мы от этого не денемся. Но, если этого не происходит, то, ну, по минимуму, хотя бы просто тихо-мирно торговать. Есть еще такое интересное наблюдение, если первые два месяца отзыв не верифицирован, собственно, поэтому и гарантия два месяца, а если он остается на листинге, то он, в общем-то, очень долго без проблем находится и переживает чистки, в общем-то, без каких-либо последствий, без удалений. Ну, в принципе, отчасти согласен. Так что здесь все эти моменты понятны. Так, у нас, значит, здесь есть, Олег пишет, Амазон так и пишет, приоритет, тайтл будет и серфтерм. Ну, наш серфтерм уже по-другому называется, но по этому поводу я могу каждый раз просто... Я несерьезно отношусь к правилам Амазона во многом. Есть технические правила, которые, да, но вот эти вот вещи, они так все от нас прячут и так скрывают, что непонятно. Серфтерм они тоже сейчас как 250 символов, вот, и что? Ну, как делали листинг, как они индексировались больше 250 символов, так и индексируют. Из-за этого, ну, странно, странно, там много очень моментов, связанных с Амазоном. Из-за этого надо достаточно доверяй на проверяй. Ну, другого варианта... Да, кстати, Денис, прошу прощения, перебью. Одну мысль сейчас вспомнил. В отношении отзывов, верифицированных с рекупом, еще одну из рекомендаций, наверное, я бы озвучил в таком варианте, что с ревьюерами договариваться уже по факту наличия выкупа на вставление верифайт отзыва, ну, на протяжении, к примеру, через неделю, через две, может быть, даже недели. И очень желательно, когда вы заказываете неверифицированные отзывы на публикацию, чтобы даты размещения верифайт и неверифайт не совпадали в части того, чтобы не было ситуации, когда за один день, к примеру, человек, не знаю, заказывает размещение 10 неверифицированных день, и еще сверху пролетает там порой 2, 3, 5 верифицированных. Ну, к примеру, потому что он активно занимается раздачами, и там какая-то волна раздач дошла до покупателей, и покупатель начинает доставлять. То есть, ну, желательно более или менее равномерно это все распределять. В принципе, идеальным вариантом было бы, когда неверифицированные отзывы по факту размещения общего количества сверху, так сказать, закрываются верифицированными отзывами, и это позволяет лицезрить ситуацию, когда вы заходите на листинг, видите, энное количество, довольно весомо внушительного, значит, общего количества отзывов, и, ну, те отзывы, которые на листинге, они по факту будут верифицированы. Это справа в столбец у нас будет последние 10 размещенных, и следы, к примеру, можно также поднять в топ верифайт отзывы. Мало кто, как правило, углубляется и начинает изучать там какой-нибудь отзыв, один из первых, который был оставлен на листинге. И все воспринимают именно ту информацию, которая есть на титульной странице и общее количество отзывов. И негатив, надо тоже не забывать. Идем дальше. Да, если есть негатив на листинге, кстати, что, к сожалению, порой приводит к снижению продаж, это банально висит какой-нибудь в топе негативный отзыв, из-за этого, ну, как ни странно, падают довольно неслабо продажи. Но интересная тенденция также есть. Одновременно выкупы делать с размещением неверифицированных отзывов, если это будет совмещено с продвижением каких-то ключей, но очень и очень благоприятно. Именно для роста, для продвижения, для снижения БСРа. То есть, ну, довольно-таки неплохой, как ты не сказал, густ получается. Ну, я как бы это и называю, потому что я не отношусь вообще к этому, как к продвижению. Я считаю, это вот есть, вот как я сейчас сказал, мы, в принципе, так и делаем. Все идем, так скажем, одним путем, потому что продвижением занимаемся по-разному и размещая одновременно неверифай. Неверифай, что нам дает, если подытожить, на самом деле, это быстрый старт с первого дня на Амазоне у вас уже есть одно количество, то, которое вы считаете нужным. Первый момент. Второй момент – это положительный буст. На старте у нас есть буст Амазона, буст полезных действий, неверифай отзывы, я считаю, это полезное действие. Плюс положительная оценка в плане того, что есть звездочки, то есть люди посмотрели, что это не пустой товар, что кто-то уже купил, посмотрел. Да никто не будет сравнить неверифай и верифай. Вот. Если уже там сильно такой загонный покупатель, ну, отвалится один, там два. Ну, да, в любом случае, неверифай подтянутся у нас неделю через две. Плюс количество. Это реально имеет значение. Если у нас отзывов 2, 5, 6, 7, 15 и 115, тоже имеет значение, потому что это уже зрелый товар. И к зрелому товару уже зрелый покупатель будет. То есть имеет все значение. Все по чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Вот. Не надо злоупотреблять, однозначно не надо. И не забывайте ключи, когда вы нам даете, которым надо двигать, проверяйте их сами на индексацию. Потому что, если вы их не проверите, и мы, например, забудем проверить, просто это будет работать тоже на смарт. Если я говорю именно про ключи с продвижением. Так, можно также по 5-10 отзывов в день добавлять, ничего страшного. Ну, как делали, так и делаем. Ничего не изменилось. По Европе, Диана, тут можно много о чем разговаривать, что там по-другому, не по-другому, смысл один и тот же. На данный момент на США идут серьезные продажи, в Европе продажи значительно ниже. Естественно, там количество предложений меньше и количество покупателей меньше. Из-за этого в Европу отчасти не идут. Но, в первую очередь, в Европу не идут из-за того, что огромное количество ограниченных факторов, связанных с бухгалтерией, с налогами, со всеми этими вещами. Руки дойдут, организуем процесс, пойдем. Вот. Ну, я могу сказать, радуйтесь, что пока не идут. Представляете, вот я к вам в нишу приду и захерачиваю опять 200 отзывов с самого начала. Потому что я буду работать, как и в Америке. И просто будет жара просто. Вот и все. Да, естественно, мы не будем тратить столько денег, как в Америке, но мы в любом случае будем именно агрессивно заходить. Вот. И из-за этого я уже просто знаю огромное количество людей в Европе, которые 3-4 года назад замечательно зарабатывали, а сейчас не зарабатывает вообще ничего практически. Потому что просто пришли китайцы, которые не платят налоги, меняют аккаунты, подключаются к своему байбоксу и, соответственно, зарабатывают. А в Германии, извините, по-моему, 50% подохода еще надо заплатить с дохода. И все, у человека ничего не остается. Они объясняют, что нету вариантов. Из-за этого по Европе очень непонятна тема, как работать. Все хотим белую работать. Но не всегда получается. Так что, слава Богу, что у вас все хорошо, у нас хорошо было бы хорошо. Просто в Америке это высшая лига, у вас первая лига. Вот. И мы туда стремимся тоже пойти и заработать денег, но не в первую очередь, так скажем. Есть еще один интересный момент в отношении продажи продуктов на разных площадках. Дело в том, что каждый сегмент товаров на той или иной площадке имеет совершенно разный спрос. Абсолютно. И в начале года была такая интересная ситуация, когда на очередной выставке в Китае появились забавные пауэрбанки в виде такого шарика. Знакомый их закупил, завез на рынок Японии, на рынок Америки и, по-моему, куда-то из Европы, страны Евросоюза. Так вот, лучше всего у него продавалось, пока не наступил out of stock, только на Японии. Я не знаю о всех тонкостях работы с рынком Японии, для меня это также абсолютно темный лес, но я знаю, что очень элитарные товары, очень извращенный, если это можно правильно сказать так, интерес и вкус у японца, к примеру, к товарам, он совершенно не найдет отлика на американском или на европейском рынке. То есть тот же объем на Америке, ну, если не продан, то я не исключаю, что до сих пор он даже может висеть у него. Хотя вроде на Японии там, ну, без рекламы, без отзывов, без ничего, просто по факту наличие этого товара он еще продаваться. Поэтому интересная тенденция есть, когда вы можете экспериментировать с категориями товара, с рынками и изучать, где выше спрос, может быть, именно исходя из этого, избирательно подходить к реализации различных типов товара на разных рынках Амазон, на разных площадках, точнее сказать. Так, ладно. Видел у конкурентов сначала человек оставляет трехзвездочный отзыв, а потом через некоторое время меняет его на пятизвездочный. Например, трехзвездочный классный продукт, но перестал корректно работать через 7 месяцев. Пятизвездочный, оказывается, надо было поменять батарейку и все снова заработает. Сталкивались ли вы с такой рода отзывами и как это работает на практике, надеюсь, по ней написал. Да все понятно, но я не сталкивался. Я тоже не сижу, не вчитываюсь в листинге. Есть моменты, я могу сказать, несколько человек ревьюеров забанили за то, что они переделали свой отзыв, забанили за то, что они просто воткнули в видосы, попросили в старые видео, просто забанили, ну и пришлось им новый аккаунт открывать за то, что они фото добавили. Я иду к тому, что лучше вообще не менять ничего в отзывах. И никого не просить. У тебя еще добавят? Да я думаю, что на все вопросы ответили. Если есть какие-то еще моменты, которые будут интересны, аудитория, в общем-то, может подождем пару минут, и, наверное, трансляция подходит к концу. Да, в принципе, ничего такого интересного нет. Диана, можете мне в личку написать, там созвонить. Очень много у вас всяких этих вещей. Может быть, может быть, да. Но мы тоже здесь не просто так сидим. Вот. Вы все время анализируете себя на своем аккаунте, на своем, так скажем, то есть заточен только на себя. На самом деле вокруг вас огромное количество людей, у которых есть, собственно, опыт, сотен товаров, десятков товаров, и все не всегда одинаково получается. Вот. И рынков много всяких, и все остальное. Из-за этого, да, классно, что у вас есть свой опыт, это супер, но еще раз говорю, он просто только ваш, не более того. Вот. И когда, чем отличается опытный человек от неопытного, только количеством, не более того, количеством запущенных товаров. А по поводу Павла, вы действительно правильно, я тоже согласен. По поводу японского, современной, а не извращенной, но вполне возможно. У них там свои моменты. Вот. Я думаю, на сегодня достаточно. Все, что хотели рассказать. Еще момент, один вопрос. Как Амазон относится к видеоотзывам, не верифайт, к не верифайт отзыву можно любой контент, как ранее говорил, прикрепить. Проблем на самом деле в этом направлении нет. Единственная рекомендация, когда необходимо размещение отзыва с контентом, видеоконтент желательно в формате АВИ отправлять на Амазон, потому как MP4, MP3, GP он пережимает еще в более ужасный формат. Какой формат надо? Надо еще раз не расслышал. АВИ, АВИ. А, АВИ, понял. Ну, это самое распространенное, я думаю, на всех бронирователях с стандартным набором кодеков идет. В отношении фотографий, ну, максимальное количество, даже если будет размещено, все равно будет Амазон пережимать, поэтому стремиться к тому, чтобы присылать там по 10 метров фотографии, нет никакого смысла. Стандартный формат JPEG в пределах там 1280, 1240 или что-то подобное, вполне будет более чем. А, по поводу верифайт без выкупа, то на самом деле тут все банально, вы по факту предоставления отзыва, текста, точнее, отзыва и по желанию контента получаете отзыв с табличкой верифайт. Единственный момент, касаемо размещения верифайт, это занимает довольно продолжительный период времени. Если, к примеру, неверифицированные отзывы можно получить уже через, ну, примерно 12 часов после предоставления всей необходимой информации, то на размещение верифайт отзыва уходит до, прошу прощения, 15 рабочих дней. И вот с этим моментом связан такой факт, что верифайт отзывы для оперативного перекрытия одного, двух, трехзвездочного негативного отзыва, к сожалению, не подходит. То есть для, вообще, формат верифайт без выкупа, он изначально ориентирован на продукты в категории свыше, ну, грубо говоря, 50 долларов. 100 долларов, по большому счету. То есть те, которые нерентабельно, нерационально или порой просто невозможно раздать для получения именно верифайт желаемых отзывов. Ну, самый простой пример – это посуда, видеокарты, какая-то орг или бытовая техника. То есть все, что дорого. Если у вас продукт в категории там 10, 15, 20 долларов, ну, разумеется, рентабельнее и целесообразнее будет все реализовать через раздачу. Здесь просто получается момент, что есть, конечно, схема набрать отзывы, подкрепить другой листинг, продавать сначала дешевые товары или через FBM не отправлять этот дорогой товар. Ну, просто это тоже марокко, тоже фи, и за это проще вот по этой схеме работать. Ну, вот и все. Но в любом случае товары 100+, грубо говоря, так вот, если по-хорошему. И в день мы, насколько я понимаю, стоимость этих отзывов 35 долларов, и в день, насколько я понимаю, мы можем делать один только. Правильно? А там ситуация иного иная, нежели чем с верифайд. Нужно сделать до примерно 10 в день, но появятся они, примерно, через 2 недели. То есть, к примеру, если вам нужно, грубо говоря, там 3 дня по 10 верифайд отзывов, чтобы были размещены, это можно реализовать, но с учетом на то, что... 2 недели, но это как и обычный верифайд. Как и обычный верифайд, все то же самое. Формирует человек заказ, а присылает, допустим, если необходимый текст. Это все уходит в размещение, но появляется на летии, например, через 2 недели дня публикации. Да, еще я тут смотрю, темы вообще не затронули негатива на своих конкурентов, негатива на верифайд, негативный и все остальное. По большому счету толком этим никто не занимается. Очень много возникает по этому поводу вопросов морального толка. И, в принципе, мы на данный момент пока этим не занимаемся. Просто я смотрю вопрос. Могу сказать, встречал в группах есть люди, кто занимается исключительно негативом, но проблема негатива, если чисто этикету брать и оставить здравый смысл, очень легко заблокировать аккаунт покупателя. Если будет ряд жалоб обоснованных со стороны, как это ни странно, продавцов, это было уже на практике, то Amazon просто отключает возможность оставлять отзывы, но, опять же, не навсегда, на определенный период времени. Ну и плюс такие отзывы, опять же, если они не верифицированные, негативные, есть, в общем-то, более или менее рабочий шаблон, как удалить. Но необходимо учитывать тот факт, что когда вы начинаете сотрудничать с саппортом и переписываться по факту уничтожения какого-нибудь там негативного отзыва, могут списать учебки и те, которые, в общем-то, не хотелось потерять. А Amazon, к сожалению, порой, ну, довольно странно себя ведет, особенно когда удаются позвониться до какого-нибудь неадекватного индуса, который не понимает вообще, для чего он там сидит и что от него хотят. Кстати, были довольно-таки интересные ситуации, когда человек заказывал отзывы, потом устанавливал, на какие продукты еще были оставлены отзывы этими же ревьюерами, начинал размещение негативных отзывов и потом писал предложение ревьюерам, что вот, в общем-то, у него есть возможность удалять негатив, он может помочь, увидев, что там появился негатив, он предлагал услуги, то есть довольно, ну, не то, что распространенное, но забавное, такая ситуация была неоднократно. Предприимчивые люди, короче, то есть нормально зарабатывать не могут, именно не создают позитив, а создают негатив искусственно, и этим занимаются, но не наш путь, так скажем, будем работать головой, а не одним местом. Ну, вот, так что, в принципе, я думаю, все. По поводу отзывов понятно, по поводу гарантий понятно, стратегии продвижения у всех разные, кто чем пользуется. Я считаю, на данный момент, это очень хороший инструмент для экономии Verify. Я считаю, не Verify намного сейчас безопаснее, чем Verify. Почему? Потому что не Verify пишется, там, несколько отзывов, сколько сейчас пишется с одного аккаунта отзывов, не Verify в среднем. Ну, порядка трех-пяти. Вот и все. А с Verify вы посмотрите, у покупателей, сколько написано отзывов. Можно и один написать, но тогда Amazon может запустить какого-нибудь бота, робота и постепенно их удалять. То есть, когда один аккаунт, один отзыв, это тоже неправильно. Вот, видимо, неправильно. Я не знаю точно. Потому что мы не знаем, какие программы в будущем Amazon запустят. Но Verify у людей вот эта вот именно связка, именно история, и видно, какие товары делали, отзывы. Все видно вообще. Вообще все видно. Вот. Из-за этого с Verify аккуратно я максимально уменьшаю количество. Первое, из-за того, что цепочку вот эту устранить. Второе, когда обращаешься к этим людям, они уже отзывы на эти товары делали, и будет нелогично постоянно покупать одни и те же товары. Вот. И очень много нюансов. Все торгуем одним и тем же. Я же огромное количество товаров вижу, кого консультирую. Вот. Всех одно и то же. И так что не Verify, он закрывает как раз вот эту дыру с Verify. Не Verify можно неограниченное количество сделать. Главное с умом и правильно их делать. Потому что тоже все по-разному делают. Не забывайте, вот я сейчас мониторил, многие делают упор на не Verify. Это тоже самое Verify. То есть те же самые живые люди, у которых куча товаров на обзорах. Они пишут и Verify, и не Verify. Естественно, со временем, когда Amazon видит, что он там по 5 отзывов в день клепает, он, естественно, прекращает и удаляет. Вот и все. Вот вся разница. Почему у нас дольше держится, например, чем у них. Что там про звезды, я не знаю. У меня есть аппарадоксальная история. конкретно. Когда мы запускаем нулевой товар, я залил, например, 50 отзывов, предположим. У меня пошли единички, троечки, четверочки. У меня все равномерненько, красиво, как будто все Verify. Когда я заливал недавно на товар, у меня было 4-2 звезды, после аутовстока, двухмесячного, я залил, не помню, 50 или 100 отзывов, и у меня звездочка не поменялась ни на Йоту. Так было 4-2, так 4-2 и осталось. И мы время очень долго ждали, без толку, пока не подтянулись Verify и достаточно быстро вывели товар на 4,5 звезды. Денис, я хотел бы дополнить к этому вопросу момент один. На мой взгляд, на новый листинг, когда нет отзывов вообще или есть, но относительно малое количество, к примеру, там 5-10, перекрыть неверифицированный отзыв довольно легко. То есть, действительно, вы размещая порядка 5-10 неверифицированных, можете с легкостью перекрыть верифицированный. Пусть он даже будет и однозвездочный. Примерно до 30-40 суммарно отзывов, опять же, это личное наблюдение, не могу сказать, что это однозначно 100% информация, а рейтинг высчитывается по среднеареопетическому. То есть, суммарное количество звезд делим на общее количество отзывов. свыше примерно 50-60, когда на листинге уже формируется количество показателей отзывов, неверифицированными. Есть смысл перекрывать только негативы. Влиять на рейтинг, но, боюсь, очень много и очень долго придется размещать, в надежде, что изменится рейтинг. Кстати, еще один интересный фактор. Время-отремени у Амазона происходят забавные задержки в переинденсации информации непосредственно на самом листинге. То есть, к примеру, размещено было в течение дня 10 отзывов. До 200 проходов изменяется именно количественный показатель, то есть, банальное количество отзывов на листинге, когда вы, к примеру, в поиске видите поисковую выдачу и видите свой продукт, количество отзывов может не меняться. И это нормально, это, в общем-то, распространенное довольно явление. То есть, порой, когда вы заказываете отзывы, видите, что отзывы размещены, количество не поменялось, не стоит паниковать, просто подождите, ну, буквально там сутки, двое в среднем. Бывает необходимо для того, чтобы цифра изменилась. В отношении рейтинга, ну, боюсь, да, Денис, как правильно сказал, зачастую, когда особенно недорогой продукт, целесообразнее рейтинг подтягивать верифайт отзывами, потому как, ну, там понятно, что один однозвездочный равен примерно пяти-шести пятизвездочным. Именно верифайт к верифайду. Верифайт к не верифайду, ну, в теории примерно один в десяти. На практике не всегда меняется рейтинг. Точнее, рейтинг меняется, но, опять вот, честно, не могу объяснить ситуацию. Есть ряд продуктов. сам лично вытягивал рейтинг не верифайдами. И есть ряд ситуаций, когда вроде количество отзывов не такое большое, там порядка шести-семидесяти штук, было размещено, не знаю, сверху, наверное, штук тридцать, чтобы нескольких продуктов, хотя бы до четырех с половиной звезд, дотянуть и изменить именно общий рейтинг звезд. поэтому если исключить фактор именно влияния на рейтинг при большом объеме, да, влиять можно. Но именно до момента порядка приобретения приобретения отзывов. Все, что будет уже свыше, но вопрос, сколько, не какого, какое количество потребуется. Денис? Да, ну, в принципе, я думаю, вообще, столько информации по отзывам, давно мы столько не выдавали, вот, по поводу того, что работать можно, можно, соответственно, кому надо заказывать в течение, там, ну, то есть, текущей, кому надо именно по гарантии, обращайтесь, то есть, скайпы, личку, кому как удобнее, вот, так что, работаем дальше, стараемся максимально аккуратно это делать, и вы, и мы, не забывайте, не обманывайте нас по поводу уникальности текстов, потому что это очень важно, вот, вы портите себе историю, портите себе аккаунт, и нам тоже репутацию, так что, пишите нормальные отзывы, ниоткуда не сдирайте, ни с Канады, ни с Англии, если делаете, если делать это так, то меняйте максимально, то есть, должен быть изменение текста глобальное, вот, не получится просто сокращениями каким-то от этого избавиться, потому что реально удаляют все отзывы, у меня был человек, кого 190 отзывов удалили за раз, вот, так что, не надо жаловаться на вот эти вещи, которые мы сказали, то есть, то есть, некоторые вещи, которые сегодня были, очень внимательно прослушайте и имейте в виду, потому что, если сегодня не забанили, просто предупредили, пальчиком погрозили, кому-то письмо прислали по манипуляциям, то, кстати, у меня вот одного моего ученика, соответственно, прислали ему письмо за счет того, что он живет в Америке, он раздавал тупо своим друзьям, verify, ему прислали письмо, в принципе, он там на Амазоне три недели всего был, так что, друзья друзьями, но если у вас есть жесткие контакты, есть Paypal, одинаковые почты и куча всяких этих вещей, вот, это нездорово, то есть хорошего, от этого не ждите ничего, если вы заведомо не будете беспокоиться о своих аккаунтах, за вас никто не подбеспокоится, в принципе, я все. В отношении цен, Александра интересуется, цены на данный момент остаются прежними, если речь о verify отзывах, стоимость составляет 35 долларов, без выкупа, выкуп просто банально не требуется, то есть вы оплачиваете лишь размещение отзывов, и не распудуете продукт. Если речь о неверифицированных отзывах, стоимость неверифицированных отзывов составляет 6 долларов, вне зависимости от публикации с контентом, то есть это может быть дополнительное в виде фото или видеоматериала, цена не меняется. Текст необходим от вас, а если сложности с формированием текста, вы можете заказать написание, на сегодняшний день уже есть ряд людей, которые пишут довольно неплохо, зарекомендовали себя, в частности как рерайтеры и как люди, которые могут сформировать текст с нуля в отношении момента, касаемо отзывов, текста отзывов, можно ли брать с других площадок. Раньше я бы сказал, да, можно, с учетом приорита, на сегодняшний день я однозначно не рекомендую вам использовать текст и тему отзыва, и текст отзыва со сторонних листингов, с листингов интернетов. Теоретически можно использовать текст отзывов, к примеру, с Алиэкспресса, Алибабая и подобных платформ, которые вообще находятся, ну скажем так, не в одной сфере с Амазоном, но все-таки желательно уникализировать, потому как если расценивать алгоритм поисковых проводов Амазон сквозным с алгоритмом поисковых систем, которые, в общем-то, нам предоставляют информацию, наподобие кто-то с Волмарта, то уникальный текст, он будет индексирован в первую очередь. Не уникальный текст, он будет индексирован в последнюю очередь, но опять же, тут не стоит забывать, что индексация именно текста отзывов не происходит. Поэтому, ну, с одной стороны, двоякая ситуация, но все же не так дорого и не так долго самому написать уникальный текст, просто опираясь на какой-то готовый отзыв, то есть используя его как шаблон, именно не копирайтом заниматься, не рерайтом, а взять за основу и видоизменить как синтаксическое построение, так и, в общем-то, смысловую нагрузку. Просто, если не хватает фантазии, ну, можно задействовать, допустим, какие-то там словесные, фартиологические обороты, что-то подобное, но не копируйте, пожалуйста, не используйте ни тему, ни куски отзывов, потому как были ситуации, когда человек просто бьет и делает некое подобие фронтинштейна, то есть четыре отзыва, ну, сам скажу честно, раньше так делал, из четырех отзывов можно, к примеру, склепать было один, там, где-то начало, где-то конец взять, ну, на данный момент лучше, конечно, полностью уникальный текст предоставлять. Так, значит, у нас остается по поводу еще проверки этих текстов. Ну, есть, в принципе, специальная программа. Да, проверка. Есть огромное количество популярных и непопулярных сервисов, работают они примерно по одному и тому же формату, как если бы вы сами вбивали пусками текст и вычленяли совпадения. Ну, самое известное именно в ру-сегменте российского интернета, это text.ru text.ru и там на этом ресурсе есть вкладка проверить на уникальность. Ну, я скидываю, короче, я встану сюда. В принципе, ресурс на русском, сложностей вообще никаких не будет, там довольно я этим сервисом пользуюсь для того, чтобы, например, количество символов почитать. Очень удобно. Да, кстати, там показывает сразу и количество символов, запятыми, беззапятыми, то есть, в общем-то, разносторонняя афография там есть, кому необходимо будет. Так, по ценам можно ориентироваться на него. По ценам подытожим. Цены у нас, как были, так и остались, до сотни, 6 долларов, выше сотни, 5 долларов. Если с продвижением, то скидки нет. Вот и все. То есть, с продвижением это с конкретными ключами. Потому что, получая затратная часть растет, вот, вы уже сами выбираете, какие варианты есть. В принципе, все просто. Гарантия 2 месяца. Больше никаких. От вас требуется уникальный текст, заголовок, осин. Если с продвижением, то еще ключи. По ключам я делаю на данный момент таким образом, при своем старте. Обязательно. Именно так. 50, когда я заказываю, я беру только 2 ключа. Мне нужен эффект. Мне хотелось бы больше эффектов. 100, я беру 4 сразу ключа. И параллельно, параллельно, я всегда делаю выкупы по этим ключам по одной штуке в день. То есть, чтобы делать максимальную синергию, потому что это уже не сложение, а умножение этих всех действий, я стараюсь вот таким макаром именно заходить агрессивно. Не количеством денег, не чем-то другим, а именно логическим подходом с головой. Как вот это сделать максимально грамотно. Правильно ключи выбрать, правильно листинг написать, фото, цена, товар, это уже другая история. Я конкретно говорю про именно использование непосредственно не верифая, а верифая в совокупности. Планировали на 20 минут live, растянулся более чем на час. Ну, потому что тема реально живая, я думаю, пользы мы дадим. И с этим подходом с головой. Не то нажал. Вот, так что, в принципе, все, все вроде, раскали, разжевали уже до нельзя. Ближайшие, до Нового года, думаю, лайва по этой теме, надеюсь, не будет. И причин для этого не будет. Работаем в рабочем режиме, обращайтесь там, заказывайте. Ну, все, в принципе, ничего такого нет. По необходимости. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. До свидания. До свидания.